Я вас вижу, а вы не слышите, да? Вы нас видите и слышите, да? Я вас вижу и слышу. Вот, а мы вас не видим, но слышим сейчас. Ну что тут мешает, не знаю. Я подумал, что вчера в окно смотрел, одновременно видел, летят шесть разных реактивных самолетов след оставляют. Может они там портят нам биографию? Да, возможно. Так, вы говорите, пока есть связь. Сейчас я попробую, сейчас еще разок перезвоню. Все. Вот, сейчас видно? Сейчас видно и слышно. Слава Богу. Игнатий, да я... Ты хочешь все сказать, я боюсь, связь прервется. Когда вы его уезжаете-то из Германии? От Валентины? Да. По расчетам, по моим пока предварителям, воскресенье, потому что мы должны быть в Стокгольме 28-го. Уже сообщили, билеты куплены на паром. Уже надо предварительно зарегистрироваться. Иначе долго ждать и много платить. Оплатили. И теперь, как выехать? Отсюда только 850 километров до Копенгагена, Дании. Ну, а дальше там проще. Ну, вот, пораньше выехать, значит, придется где-то стоять. Но это не такая потеря. Но если мы опознаем, полная потеря. И там переплавив тур, у немцев были, которые у Жанны, исправникой, были во Франции. Мы путь свой корректируем. Потому что, когда Николай поставил в известность, какие недостатки-то. Мы уже кое-что пропустили. Швейцарию там с Лихенштейтом своим отставили в сторонке. Ну, просто и возможности нет. Иначе мы все потеряем. Вчера утром мы еще намеревались пойти в Бельгию. И там целое гнездо. Но пришлось снова перекорректировать свой путь. И мы повернули резко вправо, значит, вот на наши надежды и на Валентину. Иначе мы теряем все. Поэтому вот такое дело. Машина. Машина, я понял, среди настроя собака. Но самое главное это машина. Без машины, без собаки никто никуда не угоден. Я тут дороги уже разобрался с этим делом. Но они еще делают, вчера там что-то поделали. Ехать-то мы едем. Но тут стояли намерство. Даже зарядить аккумулятор, подсоединить, дай деньги. Ужас какой. Да разве в Сибири такое допустимо представить? Не говоря, чтобы мы странники там накормили. Это и... Самый плохой прием был в Риме. У русской церкви. Уже на ночь расположились. Ребята поставили палатку вплотную, где храм. И среди ночи настоятель приехал с священником из консульства. Работники оттуда нас турнул, ночью прогнал. Я говорю, напоили, накормили, ноги умыли. Слышишь? Слышу, да. Вот такое дело. Ну, мы все-таки в пути. Мы живы, больных нету. Валентина тут суетиться готовит. Валентина это ставка наша здесь в Германии, в Европе. Она заняла главное место в Европе для нас. Сейчас ее дочка сбегала тут. Что интересно, вот вы меня не видите или видите? Я вижу. Вот смотри, сейчас покажу. Это, Валя, это в значках? Нет, вот я в значках. Прислали журнал «Славянка». Может, видели такой журнал? Нет. Ну, журнал. Называется «Золотой выпуск». И первая страница, когда открываешь, ну, тут царское семейство, понятно все, и сразу же начинается. Ну, пожалуйста. А что это за журнал? Это московский, да? Московской патриархии по благословению патриарха Алексея II. И они во всем интернете не находят фотографий лучше наших. Все время выставляют их. Вот Васечка Кристо. Вот они из Германии приезжают, но где-то не знают где. Вот они из Германии. Это ее в лучке. Валентина. А в руках-то держат открытым оком. Они не могут убрать как-то из числа из патриарха, с руки его. А за какой же слой журнал? Мы не можем определить никак «Славянка». «Золотой выпуск». Так до конца я не определил, какой номер я под лук усмотрел. Но главное, что о крещении речь идет. И материал-то, ну, как они, как всегда, лукавят. И погружение, ну, можно и обливание. На каком основании можно? Вот 35 тысяч экземпляров. Ну, весом лакированы, светлые фотографии, тут вот такие, это про старское семейство. Но главное-то, что наше занимает центральное место. Это что, о чем-то говорит? Конечно, говорит. А вот, это, подожди-ка. Сейчас я тут. Мне журнал говорит, дай много встретить. Какой? А, вот это можно? Вот. Ну, это надо все показать. Вот, Игнатий, я покажу. Вот смотри, мы сейчас маленько, погодя, сделаем ролик. Сейчас ребята помолятся, я-то раньше стали помолились. Вот, видно или нет? Видно, отсвечивает. Ну, качество плохое, конечно. Ну, а что там? Качество плохое, но все-таки я вытащу, и покажу без... Это... Не видно, да? Не, не вижу, Игнатий, не видно. Ладно. Дело, я прочитаю его. На бланке нас попросили. Генеральному директору издательства «Русский дом» Крутовой прошу вас выделить Крестово-Движенскому храму в качестве благотворительной помощи 20 экземпляров журнала «Русский дом». Номер 3 за 2014 год. В этом журнале есть статья про нашу деревню Потеряевка. На статье храма про Таеверия Аким Лаккин. Телефон, кто другое там проще. И вот это они попросили. Все это с печати мы. И в Москве мы с ними встретились. Они выходили. Да что самое интересное. Эту статью-то написал корреспондент, который стал спецкорреспондентом их из Мамонтовского района, Алтайского края. Эту статью-то написал. И эта статья была у них помещена. Вот она где. В этой деревне огни не погашены. Вот маленько видно. А вот за какой год-то какой-то... Года нету, да? Год 2014-й. За март месяц. Март месяц. Это журнал, он такую цензуру проходит. И на текст... Это о многом говорит. Он такую цензуру проходит. Написано по благословению патриарха Алексея Второго. Для тех, кто любит Россию, по благословению тут, там, с одобрения Крестьянкина и Гурьянова. Ну, вот самое интересное-то. Они вышли на нас, там Андрей, видимо, корреспондент. И эту статью написал журналист, который в Потеряевке был перед нашим отъездом. Статья хорошая. Вот это в этой деревне. А на следующей две странице еще 10 фотографий. Вот она где. Вот в конце я стою с голубем. Ну, видно, что это не подделка. Но самое-то странное и страшное. Журнал уже, материал принял, сообщают. Мы все... Я через модераторов держу связь. Но мне наказ. Никому не говорите, что материал приняли. Его сразу снимут. Теперь. Материал напечатали. Никому не говорите, иначе журнал весь изымут. Это уже не человеческая злоба. Это уровень какой. И зато, потому что это вы. Это на мне. Они меня за кого считают, пока я не могу понять еще. Или за Антихриста, или за что-то ниже этого. Вот журнал уже пошел. Еще помолчите маленько. Через неделю он уже поступит везде в продажу. Тогда открыто можете говорить. Мы так и сделали. Мы молчали. И вот я к ним пришел, когда это прочитали, договаривались о встрече-то. Ну, на 20 журналах. Расположенность такая, что 60 журналов. И кроме того, 11 журналов других номеров отложили. И это в общей сложности выразилось примерно 60 килограмм. Это столько они для нас дали, мы за все расписались бесплатно. То есть, сами они расположены, не расскажешь как. Ну, я им дал книги свои, как бы подарил. И если настоятель, значит, скажет, ну, уже я полный комплект подарил, ну, пока дал там новый завет, для слова Божия нет усы. И ситуация-то какая. Когда вышел у них материал Игумен Игнатий Душининов, тоже Игнатий, о крещении, то брошюрка-то разворачивается, она как брошюра о крещении. И на одной стороне, вот которая у нас основной, которой вы делали визитку, отец Аким крестит. И они ее продают у нас там Ребричинский район, Клочки, откуда сестра Валентина Сортисон, у которой мы сейчас находимся. И кто-то сказал, так фотография-то это в Патеряевке крестит. А там Игорь Чернодаров, священник. Как? Он не знал нас, он не видел. Мгновенный изъять брошюрки, которые по благосценению Патриарха России Второй. Брошюрки, только одна фотография на корочках, она как красная тряпка. Но это в каком году было вот это, когда изъялись? А, Валя, когда это было? Ой, это где-то, наверное, в 10-м или 11-м. В 10-м или 11-м году. Представь себе, и теперь к нам поступают сообщения, видимо, они сообщили, что фотографию, которую из интернета выбрали не мы, про эту брошюру про крещение не мы, что Патриарх Алексеев Второй благословил брошюру и на первой странице благословения не мы, ничего не знаем. Но, в других, где продавали, стали изымать ее, брошюру. Из одной фотографии. Это на уровне патологического изменения психики человека. Значит, чего там и стоим? Фотографии. И там ни одного слова нашего нет в брошюре. Только одна фотография. Притом лучшая из лучших в интернете. Иначе бы зачем они ее брали-то? И вот эти фотографии. Но они не везде достигают. Марина Влади, жена какая там, третья или какая, Высоцкого, она издала «Влюбленные в Россию» или как там, что-то такое. И там наши фотографии. Они, знаете, как алмазы сияют. Но остальные там то сосны, то... Она издала мощный такой журнал. И везде надписи из этих, из разных классиков. Классики на стороне написаны. Все цветной, толстые такие страницы. И она взяла три или четыре фотографии на развертку. Внутри. Наши. А это Каспришин. А эти журналы где-нибудь есть? Где-нибудь они есть? Вообще эти журналы? Есть. Есть этот журнал где-то. У меня его нет. Ну, легко запомнить. А Россия, Марина Влади, это где-то в прошлом, позапрошлом году. Вот в это время. Мне его принесли, показали. И там Наталья наша сидит с ребенком и написано Мадонна. Ну, и действительно не создать такой снимок. И его нельзя создать. Это икона. Вот. И вот это сейчас этот журнал, вот этот, Русский дом. Меня умоляли сколько раз, только нигде не вылазьте, что его издают. Вот он, Русский дом. Ну, Русский дом, это же есть и канал такой тоже, Русский дом. Но, вот, вот первое, так и начинается, я читаю, вот смотри, я говорю, учтительное стекло и читаю. Журнал издается с 1997 года по благословению патриарха Московской Севы, Алексея, второго, одобрено синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви, свидетельствует, журнал Русский дом зарегистрирован, где, ну, это, Русский дом. Это же самое написано и вот в этом журнале Славянка. 35 тысяч экземпляров, тут, в корочке так, и все такое, как кожа какая. Ну, они, в основном, это пустые, это, но из детства, крещения, это, это они в интернете берут наши снимки, разные журналы, журнал ФОМА, такой большой журнал, православный, тоже по благословению. Игнатихич, а ссылки, Игнатихич, а ссылки нету, ссылки автора, автора статьи, и там есть. Когда перечисляют фотографов, перечисляют снимки, такие, в числе перечисленных наших нету, то есть они даже побоялись, которые делают это с любовью, то побоялись там вышестоящих, иначе по авторам можно будет найти. И то, что снимки о нас, тоже нигде слова нету. То есть мы, как инкогнито присутствуем, и неизвестно, кто эти материалы печатает. Но в центральных журналах православия, вот доказательство тем, вы нас не любите, но что мы любим, любите дела наши, любите снимки наши, любите ролики наши. А злоба отнимает разум, Исидор Пилосиот говорит. И предвзятость не дает здравого мышления. Это его слова. Так что и наши путешествия, они будут сквернить со всех ног. Но мы определенно и четко скажем, если оно даже привлется сегодня, его никогда не было и никогда не создать. Вот сейчас был я у Жаны, я оставил пять экземпляров, полных, по 38 книг, это для нее, для того, кто устраивал встречи, что в Англии не пустили, для Лондона, для Шотландии, для Ирландии. И они сказали, за ними приедут. Вот так. Я с ней связался, она уже ролики, где вы в библиотеке, это греческие библиотеки где-то, да? А как этот Евгений-то с Екатеринбурга-то? Он помогает все, мы же с ним вдвоем занимаемся роликами. Ну, ему передать и поклон, он интересный человек, жертвенный. Но, что интересно еще, мы старались, чтобы необъемные были деньги-то, когда получали, меняли свои туглики деревянные, это на евро, то бумажки синие под 500 евро, а их нигде не принимают здесь. Большие деньги, у нас любую пятерку там дать, красник, везде примут. Здесь ни на заправке, нигде. И мы с деньгами без денег. Да уже кое-кое как, тут кого просим, Жанна там, мама у нее побежала, одну разменяла в банк, еще где-то. А вы не наш клиент, и не меняет. Ужасно даже, хитро-мудро. Но тут вот, наши люди, которые помогли нам, наши же деньги, на приемлемые имя, более мелкие, не разменяешь? Ну, вот все-таки сделали. И теперь, когда ехать, и как будет, что, дальше мы не знаем. Мы думаем, воскресенье поехать. подрасчитали, сутки потратили здесь, ну и там, Осло, от Осло до Стокгольма, от Стокгольма до Хельс. Мы что-то искали, искали, и мы ничего не могли найти. Какой годы? Ничего не могли найти. Не могли ничего найти. Ну нет. А мы даже издательство не могли найти. Ну нет, ничего не могли найти. Это я в интернете найду. У них в интернете должны быть каждые журналы, как говорится, перечень журналов таких. Внизу, вверху, слева, 12+, Славянка, православный, женский журнал, золотой выпуск. Стоп. Вот это из серии, там, где вот журнал сама выпускается. Энциклопедия православной семьи, дальше написанная. Ну это уже просто не знали. Вот. Я это все смотрю, ничего не могу найти. Нам много, много темное. Все те, которые открываются, такие. Славянка. По благословению Святейшего Патриарха Московского Зея Василия Ильи Второго, православный женский журнал, специальный выпуск номер два. Вот еще нашел. Номер два. Номер два. Так. А какой год? Ну, наверное, этот год. Это прошлый год. Прошлый год. А. Это я просто смотрю. Главный редактор Сергей Тимченко. Ну, и Зависовский совет. Тут куча, 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 куча. Данные их отпечатанных, 35 тысяч. Редакция благодарит кого. Выпуск осуществил при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Вот. А интересно, вот этот журнал, русский дом-то, вверху, прямо на корочке написано, журнал для тех, кто любит Россию. О которой про нас статью написали. Я сейчас прочитаю вам ее. Маленькую. Называется так. Влюбленный в Святую Русь. Все три слова с большой буквы. Влюбленный в Святую Русь. Вам слышно? Да, я слушаю. А дальше написано. Миссионерская проповедническая деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина просто потрясает своими масштабами. Откуда берет силы? Бог помогает. Коротко отвечает он и добавляет. 50 лет назад встреча с Христом преобразила мою жизнь. Кавычки закрыты. В 2012 году Лапкин предпринял беспримерное миссионерское путешествие по России. Ради этого путешествия был приобретен автомобиль «Газель». Трое людей и собака. Проехали 250 городов России. И везде Игнатий Тихонович оставляет в подарок свои книги. А издал он 38 томов под общим названием «Открытым оком». Ради того, чтобы их написать, освоил компьютер и провел за ним 30 тысяч часов. В книгах даны ответы на 4124 вопроса, которые мы задавали во время лекций в техническом университете, в тюрьмах. Отдельно был издан великолепно оформленный цветными иллюстрациями Гюста в Адаре «Трехтопик Нового Завета». Закладочки тире «Света российского флага». А комментарии тире Игнатия Латкина. Эти книги были подарены В.В. Путину Д.А. Медведеву Патриарху Тирилу. За время поездки по стране распространили более 6 тонн книг. Не 6, а 12. Он просто тут... За день Газель преодолевала более тысячи километров. В 2013 году состоялась еще одна поездка. Теперь позади остались Кавказские республики, а также 15 стран. Среди них Германия, Австрия, Сербия, Польша, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан. Благоточие. За два года намотали 80 тысяч километров. И на этом Игнатий Лихович останавливаться не собирается. Вынашили планы дальнейших миссионерских путешествий. Патриархи Латкин показал мне старинный колокол, дар от людей, которых он спас от беды. И даже дозволил мне несколько секунд побыть в роли звонаря. Звон у колокола мелодичный, долгий и очень чистый. Ощущение, что уплывающий в окрестные дали колокольный звон уносит все ненастоящее, несвойственно человеку ощущает душу. Вот так и братья Латкины бьют в России колокола и свои потеряевки словно созывают вернуться в потерянную нами Русь. Владимир Васильевич Ритунский, спецкорреспондент русского дома Алтайский край, русский дом, третий номер, 2014 год, 47 страница. Это только я часть прочитал. О фотографии епископ московской патриархии Максим, ныне Елецкий или Беденский, братья Латкина в потеряевке. Вот я стою и епископ вот, маленько показать хотя бы. Плохо видно, наверное. Дальше снимки. Тут я стою с гитарой. Я не игрок. Ну и батюшка тут принимает. И дальше про батюшку писано. Батюшка запрягает карагиозы. На лошадях едет и одна лошадь бежит. Ну тоже не видно в интернете у нас можно найти. На сайте все это есть. Вот такие статьи. И с какими предосторожностями ни одной статьи так не печатают. Это чего-то стоит. И зачем бы они нас вытягивали рискуя сами чем-то. А когда уже напечатано сейчас уже не вернусь и мы там в редакции это были я спрашивал ой какая статья и когда сказали что это мы там полезли люди увидеть нас помогают а эти которые журналы то мы просили там 20 ну а их дали 11 10 ну может быть сотни 3 я им сказал что мы в других странах их оставляем я их разложил по номерам остальные для России вот так правила какие потеряете он пишет про деревню то вот а потом говорит решаясь проверить свою благонадежность у Игнатия Тихоновича благонадежно а меня если что возьмете на проживание Лапкин накидывает меня испытующим взглядом знаем тебя давно про поселок писал честно без вранья и куришь не пьешь а как насчет матерщины обойдем обойдусь был он Игнатий Тихонович подходишь выносит он вердикт Борду только надо будет отпустить люди-то считают это все но он он ваш барнаульский нет он мамонтовский он начал писать не о потеряевке а о лагере когда еще мы не начинали строить 23 года примерно назад и это его статья для слова Божия не о туз ритуцкий там его несколько статей ритуцкий ни разу не соврал нигде это редкий случай для журналиста и там все пропечатано как он первый раз приехал первая встреча я был босиком как выгляжу и здесь он все это описывает жизнь в потеряевке нельзя считать идиллией надо много трудиться и не только физически но и духовно но здесь остаются те кто не приемлет праздного и бесцельного существования еще один маленький но о многом говорящий штрих отключаясь куда-либо хозяева домов не запирают двери на замок просто приставляют к ним палочку она обозначает что хозяев дома нет проведем у себя в селах такой эксперимент вопрос правда полиции может не одобрить потом были посещения храма детского православного лагеря сезона сезон правда уже давно закончился и детей там конечно не было но все строения сделаны из подручных средств спортивные снаряды мы посмотрели самодельные внушительные виды качели продемонстрировали здесь Игнатий Тихонович несмотря на свои семь четыре года он в отличной форме как всегда быстро и подвижен мы еле за ним постевали конечно осмотрели знаменитый подвал на территории лагеря в котором много лет назад была стальная подземная церковь сейчас надобность конспирации отпала и подземелье стало обычным хранилищем для соленья и варенья бывая в Потеряевке всегда удивлялся сам себе казалось бы несяческие строгости правила основанные на подлинно православных канонах нелегкий труд нет кинодосуговых и прочих культурных центров но почему-то почему-то чувствуешь себя как рыба которые вдруг поднялись раскаленного песка и снова выпустили в воздух и ведь не я один так думаю 15 лет назад корреспондент Алтайской правды Краевой газеты Олег Логинов по этому поводу написал очень хорошо кавычки еще затемно я приехал домой из Потеряевки и лег спать стараясь дышать осторожно чтобы в раз не выдохнуть не означает весь воздух Потеряевки пусть останется хоть капля хоть еще один сдох он приезжает домой мамонтов это район и Центр из Потеряевки а жена каждый раз спрашивает что с тобой Володя я внешне меняюсь я говорю да во мне воздух потеряешь что-то интересно а гулять или хулять они разу не были нашим воздухом не дышали да я представляю я сам я хоть и не был а все равно пропитан этим воздухом но это любовь мы были я говорю самое большое свидетельство у нас было в Турции когда нас запечатали и хода нету и окружили разные там беляги требовали выкуп и прочее 100 долларов потом переменились 100 евро потом 200 300 400 500 600 евро я так сказал ничего не делать никому не давать выходим на арену вот то сюда все иди готов Игнатих а я вот этот ролик то выставил где вы рассказываете про эту таможню где вас там на деньги то развалили как вы это самое получилось то у вас это с ними договориться молитва никак это невозможно было договариваться главное что никто не разговаривал и не принимал в Турции ни одного русского человека и по английски не договорился никак мы просто стояли молились на коленях и простирали руки я просил у Бога наше почти отдыхать а я на молитву еще три часа и простирали руки и Бог посетил меня просто в слезах асфальт был больше ничего не было молча мы простирались перед Богом это я знаю на тебе чтобы ты знала что такое библиотека вот библиотека попутно прочитаю библиотеки важнее всего в культуре может не быть университетов институтов научных учреждений но если библиотеки есть культура не погибнет в такой стране академик Дмитрий Сергеевич Лихачев мы это и делаем и мы молились и что интересно мы молимся повернулись назад а напротив которые там фиксируют люди стоят фотографируют регистрация идет и оттуда регистратор несет стаканчик из чая у нас угостит черное из чая из чая понятно вот что делает Господь и потом когда уходили я конечно подарил начальнику книги им который один трехтомник разбил на троих ничего не было здесь только была молитва и слезы беседовать некому говорить некому мы кладились они видели ну как-то по-мирски то можно это объяснить как это произошло то они требуют и денег там кучу денег требуют и тут друг пропускают как это вообще требуют неофициально которые вокруг которые там видимо уже работает мафия как у нас называют кодлы и они с ними советуются и как-то связано с начальством это дело но тут когда они уже смена у них произошла утром они пришли они друг другу передают круговую они нас уже ухватили но когда этого нового привели а вот а эти которые пасут нас они по-русски понимают и этот который новый подошел бедно умный он только подошел ближе-то а мы молимся он вслух говорит этих нельзя этих нельзя и когда мы повернулись к нему он сразу покатился назад и отошел и после когда приход проходил ближе тех метров ни разу не подошел только появляется ему на молитву его как ветром сдувает и когда уже все пошло к концу они подошли к нашей машине сели такие печальные сидят возле нашей машины машина-то далеко стоит а мы видим подошли и сидят то есть они они нас уже обратали они уже нас взяли но ничего не получилось о, аковы разорванные это не молитва сделал это сделал Господь по молитве по своей неизреченной милости но когда выехали дальше уже у нас там остановились это же обратная сторона Черного моря дальше Стамбул будет и все проще мы думали на Анкалу сначала поехать но там ничего нет нет ни одного русского но вот самая мощность и когда говорят потрясающие там фильмы я слово потрясающее сказал убрать это всюду только на молитве можно употреблять вот это было потрясающе земное небо соединились это надо было ведь я привычный ко всему но снова такое потрясение что не есть ни охота ничего нет едешь и внутри как облако какое светлое я не знаю это вообще немыслимо у меня в голове не укладывается я ездил вот на Украину там в Беларуси в Польшу на машине ездил ну это тяжелейшая поездка до Польши доехать это я не знаю это такие потрясения а вы едете вообще непонятно куда по всему миру как это вообще можно определить так это 12 часов промрыжили ни туалета ни собаку прогулять но здесь вдруг решили с собакой выйти за зону и зайти обратно и туалет прямо вместе с охраной где там от охранники есть туалет самое главное туалет это главное учреждение за рубежом нигде нету но нам Бог открывает вот сейчас мы были где в Мадриде и никак и вдруг какой-то негр показал где спускаться вниз 60 ступеней ниже уровня земли и там еще гаражей и прочее это уже в Мадриде Испания вот и когда мы здесь стояли на молитве это надо было видеть как на молитве нас никто не толкал не трогал когда мы поворачивались уже после молитвы мы молитвы чередовали поворачивались стояли как только у меня у нас есть обстановка простояли минут 5 я снова на молитву мы на коленях поднимаем руки одни турки идут и одна русская проходит у вас с чем-то проблема а видимо это с ними сговоренное а вот такое мне тогда придется заплатить уже 100 евро то есть у них вот там целая система я сказал а они ребят им нас по одному отводят куда-то я никуда не ходите вижу опять видишь куда-то что вы делаете это задача сатаны сеять как пшеницу не с места я требую то состав начальник поиски требует полного подчинения прекратилась игра все небо сотрясается здесь мы стали и вот здесь дальше все это пошло они приходят куда-то заводят приходят сегодня того на вахте нету который там именно с ними там берется и они глядя на нас просто видно что ужимались все и когда выезжали двух турчанок бог дал таких которые стараются чем-то нас угостить а там сидят которые фиксируют машины проезжающие в кабинет в кабинете мы им подарили по одной книге мы привезли им воду пить не распечатанные бутыль тут же распечатали огромную бутыль дают нам со своих стаканчиков новые стаканчики отдельно это турчанки они очень добрые даже горячим угостили вот Николай идет посмотри на него живой посмотри главная фигура нашего путешествия мир тебе брат я уже вчера этот ролик выставляю смотрю он бедно едет жует этот батон сидит за рулем он у вас он у вас самый героический это мы ночью ночью вы спали Игорь Тихонович ночью Виктор снимал по Турции когда ехали вот понимаете как открывается новое до меня ходили в Афинах столица Греции там никого не разговаривает даже а мы заезжали где турки более наравирующие чем афиняне афиняне по всему вижу что вы набожные изучники Павел пишет а тут поехали мы все и книги приняли все сфотографировались и видик сняли личное присутствие автора все решает буквально все сдвигает с места поэтому я не нужен и тут в Афинах библиотеку такие большие это Афины да? в Афинах это столица Греции Павел афиняне по всему вижу что люди набожные когда он доказывался неведомо у Богу это про них же говорится в этом месте город но это исторические места где ноги апостолов шагали вот оттуда мы стали переплывать нас проводили посадили три часа езды только с нами поехал это Дмитрий Плотников из Потеряевки а она гречанка Марина по им чуде ну а дальше уже поезды интересно на корабле она там была как мы решили посмотреть сверху а Николай остался внутри с машиной где поставлено с собакой говорят там нельзя оставаться где-то но видимо другие остаются оставить мы когда кверху поднялись побули назад тю а туда эсканатор поднимают все перекрыто нигде нету назад походу нет нас отрезали мы наверху где там каюты и где залы где кино смотрят это корабль сам настоящий Титаник а назад входу нету теперь Николаю позвонить телефоном мистера нет какая-то тайна и что дальше видим лифт мы в лифт зашли решили спустить а лифт нас запечатал теперь ограничено вот таким пространством и сидим там ну вспомнишь фильм день Иван Васильевич меняет профессию Иван Грозный запер и мы стоим там значит ходить по палу ходить по залу нам маловато было так мы в кабинку залезли давай молись кое-как вылезли оттуда почти просить никак сказали через такое-то время выпустили чтобы заправили собаку ну а собаку оказалось не забрать а запечатать только одну и она одна там 16 часов и не отправилась ничего нету а вокруг вывел я его направлять это не может потому что твердые он не приучен но все равно нас выпустили потом посмотрите а это спецвыпуск номер 2 вот я бы сейчас хотел прочитать если будете ролик ставить я в журналах говорю я тогда и не буду отдельно составлять его у вас это записывается? я записываю все да вот это рассказать о нечеловеческой ненависти ко мне зря они так ничего у них не получится я для них не достигаю они опаздывают профессионально надо работать опережать на несколько шагов они отстают от меня на несколько столетий километров им никогда не угнаться они никогда не поедут с такой поездкой и только давать и давать они могут только брать вот сейчас Валентина спрашивает всего-то ну чего вам сделать на дорогу ничего не надо Валентина сухари есть воды почерпнет ясное дело что они уже покупают но у Жанны были у нее ничего нету на столе финики купили прям финики на веточке финики на веточке и хлеб достала его только молотком разбивать кое-как разрезали а она перебивается что для себя-то ладно она гостей-то не ждала ничего нету я говорю Жанна я у тебя как дома нахожусь и кусок в воду и все и Бог нас любит мы не болеем и пьем сырую воду по всей Европе а тут воду как в рейне они ее три-четыре раза пропускают оправляются в нее потом в нижнем городе ловят ощущают опять дают пить это техническая вода я говорю этот который как он Гриллс это выжить во что бы то ни стало я его как-то забываю назвать ну знаете которые едет кто по пустыне он идет из спецназа английского как выжить он убивает змею кобру голову отсекает надо зарыть показывает как выживать а потом шкуру снимается и вот у шкуры оправляется пописал и теперь пьет противно но вода нужна нашел кал кал слонов и он его поднял кал вот так выжимает течет там жижа грязь и он говорит главная влага если влаги нет кровь сгущается ты умер берег костей а он везде пообушил как-то у них было испытание спецназ со своими курсантами выбросили они не могли выйти там 20 человек все погибли спецназ вместе с инструктором очень серьезно все а он сам он же сам отпущился все так это Татьяне Вериши низкий поклон мед только несколько дней назад доели мы помаленьку ребята ели там а потом мне доедай уже раз именно с нами там не ел и баночку оставили от вас что брали все сгодилось в Афинах там наложили тоже и в Лиссабоне это в Португалии я попросил купить помидоры а помидоры вот как шары бильярд играть твердые твердые шкура толстая и можно если так хлеб поударить можно человека свалить и на мой век тиф американские такие помидоры чтобы не порчить штук 10 видать протравлено ну и мы дали свои евро они купили нам но больше ничего нет масло есть нарезали у нас мы готовим так помидоры ну когда наши они много соку дают помидоры нарезанные лук репчатый нарезанный два третье это соль и растительное масло ничего никаких огурцов вот это фирменное блюдо ну а дальше хлеб и вода и вот мы дороже несколько раз делали не прожую никак муляв муляв собака здоровая везде готовят вот она сейчас готовила уже ну не везде где бывает Игнатих это промысел божий я вот вы же просто не знаете а тут идет такое понимаете тут движение люди пишут мне люди пишут я людям пишу тут день и ночь за вас как там они а там информации нету а там что а там что и все друг у друга знаете вот так вот такой шепот идет по всем так передай поклон всем скажите нам очень нужна поддержка молитвенная чтобы мы вернулись в Россию и когда мы вернемся это только начало работы начинается у нас стоит первое мы должны пройти на север Мурманск к Баренцеву морю и дальше Санкт-Петербург и все ниже захватить нас приняли очень хорошо приготовили в Калужской области там это может не районный даже центр но большой контейнер морской все как надо все выставил все там люди смотрят а уже знаете ну вот так и тогда мы начинаем мы должны посетить почти 120 городов и все в это время там как это удастся но там русские деньги хотя бы мы же и мы им деньги-то у нас же большие деньги и игры не можем разменять ну помогли люди кое-как кое-как что у них деньги они возвращают а вопрос у них наличка не пользуются все на картах да у них где на картах сколько положили мы бережем даже на картах карточка можно и в России видимо где-то рассчитать у нас есть на карточке и наличную и поэтому где скажет карточка у нас карточка а бывает наличная и вот интересно едешь и такой у дороги стоит сигнал волны идут радар иногда нас просто мы выехали и нас никто не видел но подъезжаем 48 евро сбладили то есть радар из космона нас расфиксировал с космоса тут как тихо уже прямо в двери зашли да вот какая штука а в Германии вот мы проехали не взяли денег нам Германия понравилась а вот вы увидите я там беседую спросят кто это там скачали вчера мы были в МЭЦ город кажется какой там племянница моя дочка моей сестры и сестра приехала Татьяна тоже Татьяна моя родная сестра и зять он работал приехал немец приехал в Арунзе и там в каком-то учреждении работал и там рядом моя это племянница и полюбили друг друга но они очень серьезно она мать с родственниками наша поехала к его родственникам разузнали все потом их родственники приехали к нам он принял крещение он Ронни теперь Роман кланяется все как надо благословляет вы увидите хороший парень-то и сейчас родился даже на воскресенье мальчишку крестить Рафаилом Архангел Рафаил Игнатий я то забуду спросить я сегодня вечером буду ролик обрабатывать где вы с баптистами там вот а Марина сказала что не выставлять ну их там эти свидетельства вот ну а если свидетельства их не выставлять тогда смысл не будет как говорится полного смысла нет нет а в этом кто говорил что не выставлять тут никто не командует запомни это все что я отдал все 100% больше не спрашивай все выставляется Марина мне сказала чтобы я не выставлял эти самые значит о чем ну когда они баптисты там свидетельствуют свидетельствуют исцеляли исцеляли их там ну еще ну она говорит не надо выставлять ну она говорит не надо а в чем не надо причина то в чем да я не знаю а если не выставлять тогда и смысл он не теряется переспросить можешь но выставлять это ролик наш я его снимаю это мне принадлежит я могу расспросить почему если это что-то интимное где-то то я и там понимаю не выставлю нет выставлять я буду по-любому ролик будет очень сильный вопросов нет они никто не решает запомни это что-то Марина говорила кто-то переселяет и баптисты что-то она не согласна что выставляет о чем речь то идет а ну когда вы говорили и там речь шла о том что дочь которая стояла рядом с вами вы стояли и вот здесь она с ребенком сидела с девочкой а так Марина не это куем чуди в Афинах ну я не знаю где в Греции где там это в Афина в Греции столице Греции а я не понял вторая Марина на пути Жанна я за Марину посчитал никого не спрашивай выставлять ничего там нет такого нет это слишком длинное длинное я наговорил можешь не выставлять нет я там все я подгоню чтобы смысл был главное чтобы смысл был только из-за длинноты которой она говорила только и всего ну какие баптисты да они не баптисты вы это уже дальше забрели так что ты совершенно свободен она длинная длинная она упивается этим вот выздоровели и она все об этом дальше у нее ничего нету я могу этих дастин рассказывать больше чем она а вы расскажете о том как болели надо пересушить пока сами не ляжем рядом с вами ну да показал а ролик ролик вот вы там хорошо вы понимаете так вот вдохновленно рассказываете допустим о православии о иконах там и о почитании икон очень доступно так вот будет очень хороший ролик такой смотри моим вот мы вчера были у Жанны позавчера и приходил священник француз и мы с ним беседуем там я ему задаю вопрос это обязательно выставить о Григории Ефимович Распутине они все под влиянием этого гипноза масонского о нем я говорю это самая оболганная фигура это пророк большой пророк России это единственный человек который четко ясно говорил если будут замешаны в убийстве моем особо царского царского сословия падет весь режим и ты царь погибнешь если только дворяне три года будет он высказал все это пророк большой пророк а и более оболганной личности всем Распутин не было и в 20 столетии можно до тысячи лет это задача масонская стояла и когда приняли это все уже известно а вот священник не согласен я бы все это сказал но он присвоил манилии нам всего Христа недостаточно а зачем Богородице молиться достаточно а зачем Николич чудотворце молиться апостолам достаточно так не рассуждает я не молюсь но я знаю что это человек от Бога он единственный раненый в живот смертельно раненый был выздоровел и в это время успел дать телеграмму папа не надо мобилизацию делать родной брат царицы говорил не надо делать этого войну за нашим царь где воевали на чужая территория потом уже на Россию перекинулось царь погубил Россию он ее погубил это надо сказать но он принял мученическую смерть и для меня он святой это был никакой царь совсем да разве Петр Первый допустил бы чтобы какие-то революционеры он бы их всех или Иван Грузенко в эту ночь перевешивал ночь длинных ножей алмазных говорит и кончилась вся а вот вопрос такой ну а почему вот никакой он же все-таки он поступил по православному уже да по православному это я я про это говорю но как царь он поступил как христианин он не повешал их столыбин там это дело вот определенная щетка что нужно говорить вот это конкретно надо сказать как царь он никакой был царь при такой силе мощи и сумел ее разрушить как он мог допустить десятки побегов делает Ленин Сталин да сразу их повесило на там все как делал Петр Первый Иван Грозный но он не сделал потому что у него была вера он мягкой душой был и поэтому Лев Тонцой его высмеивали я говорю о двух человеках о царе Николае и о христианине Николае из христиан как христиан это был лучший царь лучший но царем таким быть нельзя так должен быть как Петр Первый даже такой должен быть как Бисмарк как Ричард Николай Тишайший лучшего и не было да да я вот про что говорю для меня он святой до его канонизации я уже призывал его на помощь мое сознание его канонизировало со всеми его семейства и окружением независимо от того что там который труп был который с ним не православный для меня они святые у меня свое мнение есть но я никому его не навязываю просто вам говорю что же еще хотел это самое а Игнать Ильич снимайте видео с этим с микрофоном потому что едете в машине когда звук плохой и да но мы идем там ветер мы не знаем где спрятаться вот в Мадриде были там и ветер ну кое-кое как нашли за куток библиотеку показывали четырехэтажное громадное здание в Париже в Париже в Париже виноват в Париже и он дает мне микрофончик я держу его пристег зачем мне держать я его просто держу и везде ветер дует а ветер-то отображается от движения воздуха записывается нет этот микрофон даже и на ветру будет хорошо ловить ну ладно на ветру и мы сделали уже видите подают у нас другой аппарат его не присоединяет а мы на двух работаем один быстро садится новый а старый более длительный у него два аккумулятора но у него нет этого присоединения ну ничего другого нет но когда в комнате вчера были там хорошие записи получились без всего ну на той камере ролики гораздо хуже конечно на новой камере хорошее качество хорошее у нас выбора нет мы это понимаем мы это знаем мы просим просто принять это к сведению я тогда об этой циклопере вот этой склавянке хотел сегодня просто ролик составить говорить не буду каждый найдет его вот думал что заснять показать прочитать не надо наверное достаточно того что наши фотографии в каких центральных журналах они берут для книг книг берут какие книги как он у Марина Влади там вообще книга она сделана там не знаю какие тысячи вложены наши фотографии причем это из интернета берут не мы мы и знать не знали о крещении тему сейчас подними вот залезь по крещению все в тазиках сидят детей в тазиках мочат там и крещение не найдешь сроду да но мы говорили мы писали материалы выпустили да больше ничего нельзя сделать я же от руки перепечатывал архиерея посылал я тогда вторые на один на всю Россию трубил и трубил а сегодня и патриарх о том говорит строить купели надо бантисперии где нет этого идите в другой храм пристите соболев не выходит Юрий на вас а не давно уже не видел ну если увидите поклон передавайте вот Виктор здесь рядом у меня сидит покажись хоть я вижу его плохо размазано здравствуй брат мир тебе вот это наш за навигатором сидит снимает ну я скажу корреспондент как режиссер дохленький если не ткнешь бог он не понимает где красивое интересное событие есть сидит глазами смотрит и забыв что у него аппарат и что ты сидишь то он тогда начинает снимать суети то есть у него нет этой жилки пока надо помолиться чтобы он ну как папарафи то они гоняются они понимают ловят вынырнул сфотографировал опять под воду ушел а так нет он доед сначала рот оботрет а потом пойдет снимать самолет который летел две минуты назад а его там нет у меня было однажды стоят мусульманки и может они не дают снимать но мне охота их снять я стою напротив говорю а он идет сними скорее они прямо рядом и все никаких почему а он уже три шага шагнул касте заплатить деньги и пока он не пошел не заплатил он робот вернулся а они уже давным-давно на той стороне дороги ну издалека давай тогда я говорю ты должен опережать события ты должен делать все быстро профессионально и чувствовать в это событие оригинальное его надо захватить а он повесит висит где-то по табора должен у тебя быть на шее вот видишь я говорю он среагирует видишь он верующий уже стоит и снимает что я тебе говорю я ему говорю для того чтобы он лучше стал парень-то наш хороший но все хорошие Игнат Текченко это самое я же говорю вот так сейчас попробую собери как вот говорится будете искать от моря до моря вот таких проповедников вот таких вот путешественников мы прошли от океана до океана от тех вот до Атлантического до Атлантики теперь нужно закончить Баренцевым морем захватить Мурмус чтобы не говорили что мы ищем теплые места а дальше по России и тогда будет от моря до моря мы Черное море это граница наша и с Южной стороны обошли чего они думают это Украина нам помогла они Николай Леонов ну что жалостыка в душе такая беда но слова которые я ему говорил они сегодня звучат не на уровне обыкновенном это слова которые тянут на пророчески я говорю ты погибнешь в этом этот ролик я вот сделал ролик уже просмотрел около 4 тысяч человек то есть ролик очень популярный сейчас в интернете ну конечно потому что этот человек был известным и при том это было при нем при жизни сегодня могут клепать хорошее или плохое экономизировать я говорил человеком живым который мог изменить ситуацию но я говорил кто его сделал таким это сделали его его руководители защищает ну защищает тебя нету украина осталась кто ее защищать будет важно важно что люди на это видео смотрят не как на пророчество а как на истинную духовную такую знаете вот цель как говорится исправлять нужно себя внутри да ну так есть вот так какие может нам наказы от кого были да нет какие наказов нет никаких вот тут тут какие наказы тут молятся люди переживают ночами не спят я же говорю мне по ночам заходят и спрашивают нет информации никакой сегодня часа в три или в четыре утра уже человек что там за инотехниче не слышно ничего я говорю ну тебе не спится вот ты инотехниче ищешь ночью инотехниче ну что там хозяйка уже наверное за стол зовет да она вот уже все там у меня остывает совсем ну что кто участвует кто молится низкий низкий поклон всем нам это главная помощь в чем этот ответ мы умеем жить с худостью умеем в изобилии у меня хозяйка еще рад постирать надо что я постираю я постирал и тоже на себя надел все я бы на мне высох один платочек по лиду и машу им платочком что такое она не догадается я сушу его на ходу а остальное она мне как у солдатов в окопах в окопах вот интересно как мы подготовлены к этому предыдущим нашим житиям какой-то смерт в житии ну вот едем и встречи Бог устраивает Жанну Бог дал на пути она для нас тоже много сделала так все все вышел ну я не знаю вышел ну все все тогда отключаемся может быть созвонимся все мы пошли обедать ладно да все с Богом с Богом спасибо Христос с Богом Продолжение следует...